Правительство Забайкальского края приготовило план действий по газификации. Его рассмотрели депутаты законодательного собрания, не без скепсиса и недоверия. Про газификацию слышали много, да мало видели. Оказалось, что план по газификации выполняется. Это еще далеко не проведение трубы с голубым золотом, пока только надежды. Это уже один из этапов работы по газификации. Как я сказал, наиболее вероятно, что первым этапом в реализованных мероприятиях станет именно автономная газификация. То есть сейчас мы упорно бьемся за то, чтобы нам просто субсидировала федерация мероприятий. Пока по городу Чита в рамках федерального проекта «Чистый воздух» буквально завтра состоится соответствующий ВКС с министром природных ресурсов Российской Федерации. Собственно, надежды огромные на это возлагаем. Как я уже сказал нашим уважаемым депутатам, чувствуется положительный настрой со стороны наших коллег с федерального уровня. Так как раньше, если при возникновении вопросов о газификации субъектов Байкальского региона, все просто первой же фразой начинали ссылаться на то, что у вас дешевый уголь и живите на том, что есть, то сейчас мы увидим интерес и с их стороны с тем, чтобы сделать возможным газификацию наших регионов и обеспечить в том числе экономически приемлемый уровень цены на газ. Пока газификация рассматривается автономная, то есть не труба с природным, а емкости с жиженым газом, а на него цена не фиксируется. Действительно есть эта проблема, что на оптовом рынке цена газа для коммунальных бытовых нужд никак не регулируется. И в результате мы имеем скачки сезонные, достаточно серьезные. Это крайняя цена, крайний максимум, который был зафиксирован буквально месяц назад, 60 тысяч рублей за тонну. Что, естественно, перешло всякие границы конкретно способности с другими видами топлива. И как раз поэтому подготовили обращение, в том числе на Новака, Юрия Петровича Трутнева, о том, чтобы вернуть порядок регулирования оптовых цен на сжиженный углеводородный газ для тех регионов, которые не газифицированы. То есть это как один из механизмов решения проблем... Традиционная газификация в крае на данный момент невозможна. Так что труба с голубым золотом для Забайкальского края пока за голубыми далями. Понемногу будут реализовывать пилотные автономные проекты. Также необходимо переоборудование объектов к приему газа. Программа рассчитана до 2030 года. Следующая контрольная точка 22 октября 2022 года. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.